добрый день дорогие друзья давайте вместе с вами рассмотрим вот еще одну такую типичную нетипичную ситуацию с которой может столкнуться любой автовладелец и любой так сказать аккумулятор привезли 10-15 минут тому назад вот эту батарейку клиент только что отъехал от меня батарейка стояла на ниве батарейка практически абсолютно новая 2206 и установлена она была октябрь-ноябрь владелец точно не помнит но октябрь-ноябрь ситуация такая машина стояла месяца два месяца полтора-два в боксе в гараже да в боксе не отапливаемый бокс и сегодня после такого простоя попытались завести автомобиль никаких признаков жизни батарея не показал блять ёбаный грипер батарейка когда ее скрели оказалось полностью заморожена и и отогрели со стула это все со слова владельца аккумулятора батарею отогрели на тот момент когда ее отогрели замерили напряжение напряжение было в районе 11 вольт после этого час они попробовали попытались ее зарядить на вот этом советском огромном зарядном устройстве наверное все помнят эти старинные устройства которые весят с полтонны наверное но ничего у них не получилось и вот что мы видим на тот момент когда ее привезли ко мне вот что нам показали замеры нсс 775 пусковой ток 14 ампер сок и сок по нулям естественно и сопротивление 181 82 плотность по всем баночкам у нас вода все банки мерить не буду я думаю и так достаточно я во всех баночках промерю уже так температура на данный момент 6 градусов мы сейчас наверное немножко отогрею подогревом градусов до 10 до 15 и начнем с этой батарейкой работать значит что еще хочу сказать значит владелец привозят уже не первую батарею в их компании очень много автомобилей и они являются как моим постоянным клиентами но проблема в том что постоянно у нас заходит спор на тему нужно ли обслуживать аккумуляторы перед первичной установкой олег но мы всегда так делаем купили поставили и поехали купили поставили и поехали и но не знаю землю есть не охота она невкусная а по-другому как-то убедить доводы мои просто разбиваются стену непонимания но поставили поставили дело дело как говорится хозяев хозяйская как говорит у меня батя хозяин баран не хозяин барина хозяин баран поставили поехали про тюменскую батарею именно вот этого вот этой даты выпуска были моменты когда я многим рекомендовал приобретать именно тюмень это на те момент на то время когда я ездил на выбор и когда я видел просто чудесные батареи с прекрасными показателями но в этом году вот именно где-то ноябрь он ноябрь декабрь привозили 4 батареи 2 из них я отправил обратно в магазин чтобы их сдали потому что я не видел никакого резона с ними заниматься очень сильное отставание от параметров видно что батареи либо были изготовлены с несоблюдением каких-то технологий либо просто вся партия сплошной заводской брак 2 батареи кое-как кое-как я подтянул но даже не выводя на эти параметры так и не смог вытащить вот этих параметров батареи ушли в эксплуатацию но я думаю что они скоро наверно вернуться и мое предположение что эта батарейка именно из той же партии возможно из той же партии и вот эти недочеты или как по-другому по всей видимости отклонения от технологической цепочки вот они приносят такие результаты давайте будем пробовать поработать с этой батареи и посмотрим что у нас с этого получится так ну что ставим на отогрев и после отогрева будем закидывать зарядный бокс так ну чтож по банкам видно что выглядит все красиво корпус слегка раздутие есть но небольшое с этой стороны нет вот с этой стороны явно раздутие корпуса небольшая грыжа вылезла ну чтож давайте на отогрев догоним градусов до 10-15 время без 15 вот 15 минут 6 сегодня мне надо свинтить без 15 6 заехать забрать кое-какие документы все давай батарейки отправляйся на отогрев батарейка в зарядном боксе начнем работать с ней на китайском зарядном устройстве нашим любимым который с режимом ремонта очень много споров да кстати при подключении конвея конвей видимо за счет внутреннего сопротивления которые в нем установлены очень сильно гасит напряжение именно на батарее потому что я мерил вот этой вот вот этим мультиметром и напряжение было 9 вольт так на вот этой зарядочке у нас 8 и 7 вольт так давайте сразу переведем его если она переведется нет без подключения не хочет нам нужно пересадить эту батарейку сразу на мотоцикл так давайте включим и пересадим на мотоцикл ох как она погнала сразу заряжает там еперный театр сенсор работает не вполне корректно здесь бывает что вот так приходится несколько раз тыркать что-то я вот лишнюю чурку кинул а лишняя полина в печку и у меня здесь вообще караул мало того что гриб еще температура повышенная так но как видим как видим сразу погнала зарядная на 12 половиной вольт оставляем ее до утра пусть копошится наш китайчик в этом эти зарядные устройства неплохие очень много споров комментариях что можно этим зарядным устройством в режиме ремонта после полного заряда поднять плотность что напряжение будет расти вот заодно и посмотрим заодно продублируем те ролики которые вышли совсем недавно на моем канале и посмотрим на что она все-таки способна хочу вместе с вами сам убедиться что в режиме ремонта здесь напряжение может вырасти до 15 с половиной а то и выше вольт и якобы это этот режим будет способствовать перемешиванию электролита в кальциевых батареях ну давайте пока встаю на вы же и чаду наш тюменский крайне высаженный друг всю ночь простоял на предзаряде и мы видим что напряжение до грибу до 12 6 в принципе в принципе для предзаряда ну минимально минимальное напряжение двенадцать половиной двенадцати шесть при заряд можно в крайних случаях заканчивать и теперь мы попробуем вот так вот передвинуть с мотоцикла на автомобиль вот видим сразу напряжение по 1 13 2 и ток у нас всем и всем амперчиков принимает батарея так давайте замерим плотность ну как видим плотность начала немножко подниматься уже 105 было абсолютный 101 на 5 потихонечку плотность начала расти что уж продолжим работу с этим рогатым нашим другом на нашем желтком китайцы будем работать до упора пока китайском не покажет фу скажет фу ну что друзья время седьмой час наш китайский друг продолжает работать и наверное я его оставлю на ночь пусть поработает ночью за ночь он добьет свою основную задачу перейдет в режим буфера ну завтра мы конечно перейдем завтра как я приеду я надеюсь что приеду и будем делать какие-то выводы сегодня пока выводов делать не будем пусть заряжается дело в том что на улице очень сильный сквозняк очень сильно метет дует не знаю доеду я сегодня до дома нет спокойно как видите он стоят уже ребята буксуют здесь тоже переметы начались хрен его знает возможно завтра хотя бы до ворот я доеду хотя бы до ворот доеду а там пешком до грибу и работку продолжим завтра вот такая у нас полгода плохая погода одну камеру залепила снегом ничего не видно ладненько пусть китаец трудится а мы попробуем рвануть в сторону до дома до хаты лет на ровном месте ёб твою мать вот отъехал и за хуй вертелся ну чё будем копать надо домой как-то добираться лопату уже с собой ну давай украинский зверь вытаскивай меня до дома но еще блядь однако трактор нужен все она бюхо золоху его блять копал уже полчаса блять какой полчаса уже час почти и нихуяшенькими ничего придется ночевать здесь блять ёпперный театр трактор не подойдет кого-нибудь уже вовщая стая подгребла даже сажать меня хотят у вас не получится и не вкусные ну чё полтора часика это вот блять хорошо доски у меня есть вылез теперь теперь надо рыть до дома до киша собираемся до дома добрался до работы и наш китаец встречает нас надписью офф прежде чем мы будем делать кое-какие выводы по поводу вот этого заряда нашего предзаряда и основного заряда давайте сделаем некоторые измерения и попробуем порассуждать слух так но начнем замеры плотности плотность 11 18 18 заряд окончен так по поводу комментаторов которые пишут как бы в защиту что ли вот этих зарядных устройств я думаю что здесь возможны два варианта либо эти парни далеки на расстоянии не знаю солнце или блять млечного пути от аккумуляторной темы от обслуживания аккумуляторов либо эти парни торгуют этими зарядными устройствами по-другому я объяснить не могу их не выступление что блять разматываем батарейки на 1 2 3 вот этим устройством пишут такую ёбань что даже в режиме офф вот в этом режиме происходит зарядка то есть в районе одного ампера идет у нас заряд так ну давайте вначале замерим напряжение на буферном режиме в режиме буфера якобы еще происходит заряд и заряд идет 12 ампера блять ну-ка давайте проверим может я дал бою так он не хочет взять автомат ох ты блять выключился в автомате не хочет так а звук иметь давайте замерим напряжение вот у нас буферный режим 13 78 вольт и это напряжение стоит как видим как вкопанное но теперь давайте я чуть приторможу запись подключим омперметр и посмотрим сколько в принципе можно попробовать этой херенёй блять ну давайте может а ночью нибудь нам даст так вот у нас амперметр и на на клещах 2 ампера мы видим но ампера которые прыгают ну давайте все-таки подключим чтобы быть более уверенным другой мультик а ну вот клещи нам немножко припиздили вот мы видим два 0 80 то есть 80 миллиампер идет поддержка до 0 78 офф вот смотрите соединение что это я взял не откуда-нибудь а вот отсюда 2 0 78 так что никакого заряда нет это буферный режим который не дает нам полностью разбить сульфаты для того чтобы у нас образовалась стратификация но в то же время подготавливают вот эти сульфаты к дальнейшей работе то есть они становятся более мягкими и это способствует более лучшему растворение этих сульфатов в процессе дальнейшей работы теперь давайте еще один камушек кинем в сторону этих защитников по поводу того как она проводит основной заряд она даже основной заряд она проводит не полностью в принципе иногда меня это устраивает когда я оставляю аккумуляторы на ночь то есть без контроля без мониторинга за этим состоянием оставил то есть и поехал домой утром приехал в принципе батарейка практически подготовлена к до зарядом но полный заряд полный основной заряд это устройство не проводит чтобы убедиться в этом вот смотрите мы сейчас сделаем следующее в отличие от вот этих устройств которые работают очень корректно и очень тщательно нет не тщательно для час подберу слово так давайте пока подключим пока у меня гриппую болею делаться некуда так здесь 13 6 я не могу подобрать слова ребята сейчас попробую и давайте подключим это устройство подключили и что мы видим видим что она продолжает до заряд на 14 8 вольт и посмотрим сколько это до заряд будет у бляда заряд крыша едет дом стоит основной заряд абсорбацию ну в принципе с учетом того что простояла на буфере даже с учетом этого как видим вот это зарядное устройство продолжает работать с этой батарейки время без 10 11 поставлю чайник как только закончит вот это устройство наш нашу абсорбацию до абсорбацию до абсорбацию до абсорбацию включу запись и продолжим наши умозаключения и нашу работу так прошло буквально 10 минут растопил печку поставил чайник и как видим наше желтенькое китайское устройство еще продолжает работать слово нашел которое потерял которая не мог найти более добросовестно но вот это устройство до заряжает вернее проводит абсорбацию если бы мы с ней тут же как только закончили работу и тут же перевели на это устройство оно бы еще довольно продолжительная работала дорабатывал бы наш аккумулятор но так как наша батарейка простояла практически всю ночь на буферном режиме тут недостаток который был бы при основном заряде буферный режим скорректировал и довел батарейку до конца поэтому мы видим вот такие минимальные значения так друзья ну давайте нам сегодня надо это желательно эту батарейку размутать потому чтобы отдать клиенту и чтобы мне побыстрее привезли денежку так отключаем и будем проводить замеры будем проводить замеры на пока на факту или чтобы нам отслеживать динамику этой батареи будем отпечатывать квитанции наши и чтобы нам делать определенные и качественные выводы так так у нас пятьсот восемьдесят ампер заявлено тюменским производителем нажимаем enter да друзья в принципе он смотрите хороший аккумулятор факсового хвалит давайте отпечатаем и рассмотрим более детально что мы получили после проведения вот этих зарядных мероприятий на этом зарядном устройстве вот эти парни которые восхваляют это зарядное устройство конечно мы видим неплохие в принципе результаты 517 поен сок 75 мы же знаем что фокс вы у нас никогда сок хороший не показывает ни разу я не видел сто процентов но пока будем отпрыгивать из этих показаний и как бы до батарея в порядке вот этим 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 и не побоюсь этого слова манипулируют вот эти парни которые хвалят это устройство но давайте опять замерим плотность 118 еще одну баночку для полной уверенности то же самое 118 не будем время терять во всех банках мерить не будем что мы имеем как бы неплохие показатели на выходе но на самом деле у нас батарея это не до заряжены у нас очень глубокая стратификация вся кислота у нас внизу и со временем эта батарея начнет активно деградировать если ее сейчас запустить в эксплуатацию батарейка долго не проходит снизу у нас продолжится очень глубокое сульфатирование с появлением застарелых кристаллов и батарейка будет работать только серединой и чуть-чуть сверху чуть-чуть верхней частью показатели мы видим а теперь продолжим работу на вымпеле сейчас я подготовлю фронт работы и продолжим нашу запись подключил вымпел видим нрс 13 2 вольта пока подключены давайте подключим выставим наши уставки и 3 ампер щеки 17 вольт 3 ампера подключаем зарядное устройство ну что погнали наши городских время 10 минут 12 начинаем наши дозаряды для понятия потности мы будем говорить более более точно для удаления стратификации и более полного распределения электролита по всей поверхности пласти для того чтобы аккумулятор работал более продуктивно и с наибольшей отдачей из хорошим ресурсом хочу напомнить тем парням которые залетают на канал кому не нравятся мы длинные паузы моего и конья друзья не надо ничего писать просто переходите на другие каналы где там говорят очень быстро более уверенно и смотрите там у нас собралась уже я так считаю группа единомышленников которые убедились продуктивности моего метода моих методов работы с батареями появились последователи у меня и так сказать группа поддержки я вам очень благодарен за то что вы поддерживаете меня пишите хорошие теплые комментарии но залетным и любителям по рекламировать вот такие устройства проходите мимо прошло буквально 20 минут буквально 20 минут и сразу тюменка под подбежала 16 вольтам и напряжение начала снижаться во время первого прогона надо зарядить нам желательно подпереть током ну до 16 и 2 вольт хотя бы сейчас мы сделаем подпор увидим 16 2 вольта и разгоним батарея вот увидели 16 2 оставляем в таком режиме батарею работать и что будет дальше посмотрим дальше самое главное нам следить сейчас за терморазгоном чтобы его не было если батарейка начнет греться значит уменьшаем ток но нам нужно дать толчок и разбить именно те сульфаты которые самые мягкие сейчас эти самые мягкие сульфаты у нас отойдут с помощью вот такого подпора пассивная чистится и после отстоя в батарея будет легче набирать вот эти напряжение но сейчас 16 3 набрала отлично 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 работает время 35 12 продолжаем работу и по мере изменения параметров будем подключаться и мониторить наши результаты сделаю небольшое отступление и своего рода обращение к тем то сейчас сидит чешет то затылок то высину кто подбородок а может и бороду и думает может думает может слух говорит о блять николаич наебал обещал что будет работать в режиме ремонта попробует поднять плотность на этой батарейки блин друзья наверно нет эксперименты мы ставить на чужих батарейках не будем обещаю я обязательно поставлю такой эксперимент но на своих батареях которые мне не жалко сдать крайнем случае в утиль там на приемку батарею клиента я должен раскрыть по полной то есть жертвовать своей репутацию воду каким-то экспериментом доказывающим неэффективность вот таких методов я друзья не буду почему я противник стал ярым противником вот этих методов дрочилов но давайте попробуем разобраться так по-быстрому в принципе два основных момента у нас в аккумуляторах которые явно выражены это заряд и разряд и оперный театр кто подъехал к нему а заряд и разряд то есть при заряде у нас вернее при разряде у нас происходит сульфатирование батареи субфатации все что я я ведь все я видел видео спасибо я сказал спасибо мне вместо ничего не сказали блять взяли мою лопату багажник сука не закрыт да ты чё в натуре я положил багажник багажник открытый ладно сбили немножко меня спонтовый клуб так при разряде у нас сульфатация происходит батареи при заряде наша задача эту сульфатацию снять то есть снять жевательно так чтобы на пластинах не осталось сульфатов и чтобы пластины у нас начали работать всей поверхностью всей своей поверхностью что у нас происходит при статическом заряде постепенно миллиметр микрон сантиметр за сантиметром миллиметр за миллиметром микрон за микроном у нас потихонечку сульфаты растворяются и преобразуется в электролит в кислоту мы начинаем дрочить туда-сюда туда-сюда то есть подаем напряжение потом его прекращаем подавать либо прекращаем подавать с разрядом вот когда мы подаем с разрядом прекращаем подавать что у нас в итоге выходят давайте вот такую такое небольшое может некорректно но сравнение мы чистим автомобиль защищаем автомобиль от краски берем наждачку и сдираем старую краску и вот при разряде с лампочкой или там с какой-то нагрузкой у нас получается что в правой руке у нас наждачка а в левой пульверизатор зачистили подкрасили зачистили подкрасили зачистили подкрасили в итоге мы может быть и когда-нибудь очистим автомобиль от краски ну ценой того что в тех местах где мы по несколько раз будем отдирать эту краску мы одерем и металл то есть в нашем случае это не металл это у нас активная масса вот это драчила приводит к тому что часть активной массы вместе с сульфатами мы просто-напросто отбиваем и в итоге параметры значительно теряются на своем личном опыте убедился что лучше статического заряда для аккумуляторов для современных по крайней мере аккумуляторов стартерных батарей я хочу сделать на этом особый блять не упор упор лежа предпринять особый акцент акцент блять можно грузинский акцент короче сконцентрируем внимание на том на этом обстоятельстве на этом факте что именно стартерные и именно свинцовые батареи потому что по тяговым и по щелочным батареям будет возможно будет отдельная тема и отдельное рассуждение так что вот такое небольшое отклонение что у нас происходит с нашим пупсиком этим рогатым 16 2 видим напряжение пока все идет по нашему плану с подпором потоку 5 2 подпор так давайте замерим так сколько там времени прошло у нас времени прошло час 04 сейчас давайте замерим температуру на батареи убедимся что у нас нет терморазбора это я делаю постоянно постоянно ныряю свой зарядный бокс видим 17 18 хотел сказать вот ведь так вот эта баночка у нас чуть-чуть а нет батарейки незначительно но подогревается но это в крайне приличных пределах поэтому давайте продолжим работу и сделаем следующее включение записи по мере изменения ситуации вот спустя еще буквально минут минут 10 после последнего нашего включения записи видим небольшое снижение напряжения поэтому давайте в пределах часа будем делать небольшие подпорчики до 16 2 максимум что мы имеем право подпирать это 10 процентов во время первого дозаряда во время последующих дозарядов этот ток он будет у нас снижаться батарея будет начнет работать более большей поверхностью своих пластин и поэтому процесс пойдет гораздо веселее вот этот вот первый дозаряд нам нужно провести именно таким образом с подпором до 5 и 8 ампер проработали с этой батарея почти три часа и как видим на 3 не почти от риск копейками часа и как видим напряжение начало прыгать выше 5 и 8 ампер рисковать поддавать рисковать не буду по поводу вот такого подпора друзья такой подпор в районе 10 процентов можно делать только на практически новых батареях с возрастом этот подпор нужно уменьшать ну максимум 7 8 процентов в зависимости от износа то и 5 это конечно у нас растянется на более долговременные на более на несколько дозарядов но это не позволит нам разрушить уже прослабленную и изношенную батарею а пока батарейка новая ничего страшного как говорится не с ней не произойдет давайте мы ее отключим и сделаем парочку замеров так что у нас по температуре 25 градусов 25 градусов немножко батарейка у нас подогрелась но в пределах разумного теперь давайте замерим плотность так плотность 124 как видим батарейка уверенно на чего поднимать в батарейке уверен 125 125 уверенно начала подниматься плотность отключаем крокодилы и за счет падение естественного падения напряжения поверхностного мы дадим батарейки пару часов отстояться батарейка придет норму вот это поверхностное напряжение так называемый инертный заряд еще поработает с нашими сульфатами и через пару часиков мы продолжим работу с этой батареей так что еще хотел сказать да вот несмотря на то что батарейка долгое время простоя в разряженном состоянии в районе полтора двух двух месяцев я думаю что возможно что то было в автомобиле что повлияло на высадку батареи то есть какая-то паразиточка это может быть элементарно либо магнитола либо какая-то лампочка но сурфаты еще у нас не покрылись такой сильной коростой не перешли в нерастворимые кристаллы и поэтому вот эффект говорится мы видим эффект на лицо после отстоя сделаем замерчик нашим фокс валом и продолжим работку с нашей батарейкой так а я перехожу на обслуживание своего стола насыплю сейчас чашечку супа порежу сальца с лучком и мне тоже надо зарядиться пока не забыл небольшое дополнение по поводу времени заряда многие спрашивают сколько времени время это такой вторичный фактор и зацикливаться там на определении там два часа строго два часа не надо как видите мы проработали три с лишним часа с батареей могли проработать и полтора этого было бы достаточно на этом дозаряде все зависит от динамики от того как батарея себя ведет двух одинаковых батарей блять я уже заебался это говорить нету ребята и делать какие-то упоры на ограничение по времени ни в коем случае нельзя 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 смотреть на динамику батареи основные показатели это падение напряжения либо подсказки вымпива либо терморазгон исходя из этих показаний нужно контролировать наш перезаряд чтобы добиться оптимальных и уверенных хороших результатов прошло два часика отстоя и время нам снять показания что нам дал наш дозаряд посмотрим интер хорошая кум вольт 13 6 550 а первым видим так давайте сравним после основного отчет давайте отпечатаем вот кстати тоже пришла припрыгала батареечка вот такая с напряжением 3 9 вольта также батарея новая и вот с такого напряжения даже не было четырех вольт я начал работать на вот этом китайце если кому-то интересно друзья как я это делаю пишите в комментариях и следующий пассажир который ко мне пригребет будет в ролике и мы разберем ситуацию такую так и так разбираем сок у нас добавился 80 процентов был 75 это после работы с на китайце после до заряда у нас 550 ампер видим пускового тока было 517 и сопротивление 602 было 638 надеюсь понятно да что какой смысл проводить нам вот эти контролируемые дозаряды как бы замер опять же не совсем корректный но нам дает какое-то понимание что у нас происходит понимание вынимание и так подключаем нашего пилочек видим нс 13 0 и убираем на 3 ампера вот 31 пойдет на 31 ампера время ровно четыре часа продолжаем нашу увлекательную работу друзья через полтора часа выпил нам маякнул что заряд окончен подпор делал до 5 и 6 ампер 16 2 вольта начало снижение на 0 1 напряжение упала у нас и выпил нам подсказал что заряд окончен давайте проверим плотность после 2 до заряда вначале давайте замерим температуру температура 28 градусов 27 28 так ну давайте все вон очки замерим 1 20 вот 1 20 1 28 1 27 с половиной 1 27 1 27 спорта ну давайте все вон очки замерим плотность 1 27 1 27 1 27 127 при 28 градусах ну точку можно в принципе смело накинуть почти точку после остывания до 20 градусов по нашему цельсию плотность будет как раз 128 ну давайте батарейки дадим отстояться минут 30-40 и сделаем замер звони уже владелец возможно либо сегодня под вечер заберут либо заберут ее завтра с утра потому что машинка должна у них двигаться должна выезжать на линию а проблема в том что она стоит из-за батареи сейчас доделаю пока вот эти клемки и через 30 минут сделаем последний замер последние замеры и уже будем подбивать так сказать бабки будем подытоживать наш ролик прошло полчаса отстоя давайте сделаем очередные замеры замере в начале нашим фоксорчиком затем конвейчиком сделаем какие-то выводы и замнем этот наш ролик для ясности потому как созвонился вернее позвонил опять клиент 580 ампер позвонил клиент и сказать договорились что в пол десятого уговаривал меня в начале к 8 потом 9 я предложил забрать батарею сегодня сегодня они не могут ну пол десятому клиент подъедет и поэтому мы утром не сможем дописать этот ролик но в принципе в принципе то что мы видели то и и осталось энергию слегка завышим давайте сделаем отпечатку второй дозаряд нам дал поднятие уверенной плотности ну после отстоя после отстоях параметры естественно улучшится и утром мы увидим как за давайте вот так вот сравним второй замер и третий к 13 06 13 но 7 550 549 80 79 сопротивление 602 603 но после отстоя после отстоя мы увидим значение гораздо лучше так где наш конвей вот он наш конвей давайте замерим конвей у меня такое предчувствие почему не вот они вылазит батарея до тех значений которые заявлены производителем я в начале ролика говорил что вот это партия была беспонтовая скорее всего это как раз из той партии ну вот что мы видим на конвейчике 95 процентов минимум два три процента батарея приподнимет после отстоя 567 ну грубо говоря 570 ампер пусковой ток 1309 на рц 487 сопротивление почему я доверяю конвейю потому что конвей конвей он прям в точку показывает параметры у новых батарей абсолютно новых батарей вот заявлено 580 и после работы после всего прочего 580 ампер просто вылетают на нем прям в цвет поэтому конвей вот единственная блять кто-то или наступил еще дисплей начал у меня там подташнивать появилась . все-таки мне придется на заказывать новый и он трещина хреновая привычка бросать все на полу ну это уже эта привычка останется со мной до конца жизни что друзья ролик на этом считаю завершенным работу проделали если кому-то будет полезно скажите спасибо ничего больше мне от вас честно говоря не надо хочу всем пожелать добра удачи здоровья шкнявых прошло на мой канал не заходить выход будет очень быстрый всем друзьям удачи в девах улыбки на лицах ближних близких близких ближних друзей подруг берегите свои батарейки всем пока друзья